Выбросил на улицу в прямом смысле. Житель дома на Глушково-3 скинул пса с четвертого этажа. Скулящего питомца услышали прохожие и отвезли в приют. С четвертого этажа животное упало на землю, всего лишь повредило лапы. И тогда ветеринары сказали, что его здоровью ничто не угрожает. Но ветеринары не брали в расчет владельцев животного. Последние сначала соврали, что собака упала с балкона. Хотя по прутьям ясно, что взрослый пес между ними не пролезет. А когда спасительница животного предложила поучаствовать в лечении, хозяева радостно согласились. На свое утро она обратилась к Жене, приехала, что давайте собачку повезу лечить. Женя сказала, а собачки больше нет. Собачка умерла. Ольга Титунина, председатель приюта, уверяет, что усыпить здоровое животное в ласке невозможно. Да и новый закон это запрещает. Не поверила в версии про эвтаназию и спасительница собак. Она стала настаивать на какой-то правде. И в итоге Женя сказала, что собачка убита. Пришел вечером хозяин, забрал у нее эту собачку и пошел добил ее. Убил за домом. Показала где. Все жители дома говорят, что от соседей, которые предположительно собаку убили, всегда одни проблемы. То клопы, то собаки теперь еще. До кучи. А они мешают жить? Ну, они как бы спокойные, не буянят. Хотя бы только это. Ну, а как алкаши могут не мешать? Конечно, мешают. Пол подъезда страдает. Мы попытались спросить у владельцев убитой собаки, зачем они это сделали. Достучаться так и не удалось. Выпить в этом районе, как мы поняли, любят прямо на улице и в дружных компаниях. Предположили, что здесь-то и должны знать тех, кто, возможно, убил собаку. Но, опасаясь за камеру, снимать начали скрыто. Здравствуйте. А не знаете, кто в 46-й квартире живет в этом доме? Понятия не имею. Без понятия даже. А про убитую собаку что-нибудь слышали? Нет. Ничего не слышали? Нет. Ну, единственное, блин, я что слышал, что это было. Сегодня утром просто говорили и все. А где слышали, откуда? Да вот стояли, ребята разговаривали. В этой компании говорят, что убить собаки не знают. Только непонятно тогда, кто это так настороженно относится к камере. Мы, конечно, подали заявление в полицию. Ищем свидетелей, просим откликнуться всех, кто дополнительно может что-то сообщить. По статье 245 Уголовного кодекса за убийство собаки грозит наказание, начиная от штрафа и до лишения свободы на три года. Но по опыту зоозащитников известно, что полиция таких дел не любит. А суд редко выносит обвинительные решения. За все годы существования приюта осудили только трех живодеров. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.